Здравствуйте, друзья! Меня зовут Жанна. Я сейчас нахожусь в солнечной Одессе, в Аркадии, в гостях у Александра и Анастасии. Александр Шевченко является основателем Академии Счастья. И тема сегодняшнего нашего разговора будет «Счастливые отношения между мужчиной и женщиной». Александр, как Вы считаете, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной для того, чтобы достичь счастья, гармонии? Прежде всего должно быть доверие. Потому что когда есть отношения к доверию, то тогда есть все остальное. На этом и строятся, базируются отношения. То есть когда мы можем поговорить о чем угодно, довериться друг другу, понять друг друга. А когда люди просто живут вместе, в одном пространстве, но не доверяют, а играют какие-то роли, то есть один такой, другой такой, но на самом деле нет никакой близости, нет доверия, нет понимания, то это и нет отношений никаких. Там просто два персонажа, которые друг друга по сути обманывают, пытаясь казаться кем-то, каким-то. Ну и что это такое? Это получается вот такая повседневная жизнь, где люди играют роли, но на самом деле нет отношений, нет близости. А в настоящих отношениях есть вот это гармоничное понимание и близость, когда люди могут доверять друг другу, и между ними нет секретов. То есть они могут легко поговорить о любой ситуации, о любой проблеме. И соответственно тогда в этом и заключаются гармоничные вот эти счастливые отношения. Замечательно. Я тоже согласна с вами. Что же такое ревность и как с ней бороться? И когда вот, как вы думаете, когда вот она может возникать и со стороны мужчины, что ему делать, как лучше поступить и со стороны женщины? Ну ревность это прежде всего как раз не доверие. Это когда кто-то не доверяет, то есть боится, пытается управлять другим. То есть вот отсюда и возникает это. Она возникает потому, что у человека есть в прошлом какие-то ситуации, когда ему жизнь показывала, что здесь может быть плохо. То есть негативный опыт записанного человека, и вдруг какая-то ситуация, которая напоминает ему об этом. Конечно, он начинает, например, злиться, или пытаться как-то какие-то там, ну не знаю, закулисные интриги плести, или как-то командовать. То есть тут суть в том, чтобы заглянуть вглубь себя и посмотреть, а что же действительно происходит. Почему такая вот ситуация вызывает у меня, например, там, не знаю, крики гнева, или там какие-то странные неадекватные действия, то есть грубость, например, или слежку, или еще что-то. И это причина, конечно же, внутри, потому что у человека накапливается негативный опыт. И потом просто на всходной ситуации у него включение, он вдруг неожиданно начинает кричать, а потом отошел и понимает, что это все было глупостью. Поэтому получается важно посмотреть, откуда это идет. И как раз я помогаю человеку заглянуть вглубь себя и понять, что в ревности вообще нет никакой необходимости, и она никак не связана с любовью. Она связана с недоверием. И когда появляется между людьми доверие, то ревность, конечно, уходит. Что же Вы рекомендуете делать в таких ситуациях? Может быть, совместные медитации, может быть, вместе пойти к психологу, пообщаться, рассказать все, как есть на самом деле, о чем человек думает, честно рассказать. Прежде всего, больше всего поговорить вместе, вдвоем, на чистоту. То есть быть открытыми друг к другу и рассказать о том ситуации, допустим. Меня волнует такая ситуация. Я там, не знаю, видел тебя там с Васей вчера вечером. Расскажи, что произошло. И когда есть вот эта открытость, когда человек может поделиться и рассказать, то тогда уходят многие непонимания. То есть когда ты можешь честно рассказать. Вот так у меня, а так у меня. И Вы поговорили, и у Вас уже появилось понимание, что эта ситуация простая. То есть что там не было чего-то такого, в отношении чего даже стоит подозревать или ревновать. Вот. То есть вот эта открытость. А обращаться уже, конечно же, к психологу, к психотерапевту или к коучу, фасилитатору, нужно тогда, когда человек подошел к пониманию, что у него внутри что-то есть, что мешает ему жить, например, что включает эту ревность, или включает какую-то злобу, негативные эмоции, включает боль. И вот тогда человек уже идет к психологу, к психотерапевту и говорит, вот у меня такая ситуация, помогите мне, давайте заглянем внутрь и посмотрим, что же там внутри такого есть, что это происходит у меня, вот такие ситуации в жизни повторяются. Вот тогда мы уже вместе смотрим, направляем туда внимание, воспринимаем как есть, и происходит исцеление этой ситуации. То есть у человека больше в жизни это не появляется. Да, вы правы, на самом деле бывают такие ситуации, которые со стороны иногда выглядят не так, как бывает на самом деле. И я желаю всем взаимопонимания, любви, счастья. Любите друг друга. Любите друг друга. Любите друг друга. Продолжение следует...